Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, годовой цикл завершается. А для чего мы читаем вот эту книгу Торы, пять книг каждый год одно и то же? Говорят мудрецы, что если бы мы понимали и знали, как вот это чтение Торы, как изучение Торы, как оно влияет на нашу душу, как оно нас очищает, мы бы вообще не отходили от Торы. Давайте быстро разберем. Веленский Гаун сказал, что пять книг Торы, соответствуют пяти уровням души человека. И каждая из них работает с его определенной душой, с определенной частью души. Это указывает на что? На пять этапов духовного развития человека, его самореализации в мире. Вот эти вот пять пунктов, пять книг, это пять периодов каждого года, которые мы должны пройти, чтобы очиститься, чтобы помочь себе. Человек воплощает в себе вот эту искру Божью. И свой творческий потенциал вот это в определенном порядке у него работает. От чувств к мыслям, потом к слову, к речи, к поступкам. И все это изменяет мир. Первая книга Торы, Берешит, которую мы скоро начнем читать, она соответствует высшему уровню души. Это то, что называется Ахиддам. Единая. На этом этапе человек начинает понимать, и это начнется у нас в этом году теперь, что у него есть предназначение в жизни, которое он еще не в силах выразить словами, он начинает искать скрытое в себе. Духовное начало своего вот этого образа, подобие творца. В чем именоподобие. Вот это суть того, что происходит с человеком в книгу Берешит. Вторая книга Шмота, это имена. Она соответствует уровню Хая, живое. Человек открывает свое имя, осознает предназначение в жизни. Творец наделил Адама живой душой. И у нас что еще? Дар речи, способность давать имена, определять свое имя, свою миссию. И слово Шем, имя, это читается так же, как слово Шан, там. Имя, это духовная суть человека, которая указывает направление, вот это вот жизненный его путь. Вот человек, он раб, если не реализует в мире не свою волю, а желание своего господина. Если его творческий потенциал направлен на строительство пирамид, фараона, а не храма, то вот так и будет развиваться. Есть только два пути, строить храм или пирамиду. В древности у рабов отнимали имя и заменяли его именем господина. И тот, кто не осознает своей миссии в жизни, оказывается еще больше в внутреннем рабстве. Поэтому найти свое имя, это вырваться из рабства. И не случайно книга имена Шмот называется также книга исхода. Ибо что происходит? Осознание человеком своего имени, предназначения, становится этапом этого внутреннего раскрепощения. Когда мы сможем подойти к третьей книге, Вайкра, Возвал, оно соответствует уровню нишама, душа. Человеку следует не только осознать свое предназначение, но и к нему активно обращаться, взывать. Если мы хотим разбудить кого-то, мы зовем его по имени, и мы можем пробудиться духовно. Если будем взывать к себе, напоминая себе, встал утром и напоминай себе. Всевышний, как написано, Авраам, Авраам два раза назвал Всевышний. Почему два раза? Помни и реализуй свое предназначение на небесах и на земле. У нас есть два предназначения, земные дела и духовные. И каждый может реализовать дарованный на земле потенциал? Каждый. Но только надо этим заниматься. Четвертая книга, это Бемидбар, в пустыне. Она соответствует уровню руах, дух. И название этой книги читается так же, как Медабер говорящий. И человеку следует говорить о своем предназначении, невзирая ни на какие трудности. Несмотря на пустыню и помнить, что он преодолевал. Это не просто путь. Мы преодолеваем тьму, преодолеваем все и идем к свету. Приближаясь к пятой книге, дворим. Пятая книга, это слова. Соответствует уровню низшая с материальным миром. На этом этапе человек уже осознает, что должен реализовать себя. Он изменяет своими словами, поступками материальный мир и так далее. И что поют евреи, встречая субботу? Написано. Соф, Маасе, Бе, Махшава, Тхилада. Конец действия в мысли начала. Конец действия в мысли начала. И то есть искусство жизни заключается в умении до конца оставаться верным началу. Человек реализует начало, свой духовный потенциал. И тогда он доведет дело до конца, если преодолевая испытания, будет верен самому себе, своему имени, своему предназначению. Итак, у каждого из нас на небе есть идеальный образ, и мы к нему стремимся. И в мире грядущем нас будут сравнивать не с другими, не с каким-то Машарабейном, не с каким-то Аароном, не с воображая, а с той вот личностью, которой мы могли бы стать. И мир грядущий — это мир истины, где мы с полной ясностью, написано, увидим свою подлинную духовную сущность. Увидим освобождённую от внешних покровов, всяких иллюзий, рассказов. И с такой же ясностью нам откроется наш духовный потенциал, который мы могли бы реализовать, если бы приложили достаточно усилий. И вот эта разница между тем, что могли и что есть на самом деле, является человеком — браха вацлаха. Браха вацлаха